Слава нашему Господу Мы хотим сегодня поговорить о нашей вере, вере евангельской. Место, с которого я начну читать, это будет 1 Тимофея, 2 глава, 5 стиха. Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеком, человек Христос и Иисус, предавший себя для искупления всех, таково было в свое время свидетельство, для которого я поставлен проповедником и апостолом, истину говорю во Христе, не лгу, учителем язычника в вере и истине. Павел был поставлен учителем язычника в вере, чтобы удостоверить, утвердить тебя и меня, дорогой друг. Когда есть учитель в вере, человек утверждается, он удостоверяется из священного писания. 2 Тимофея, 1 глава, 13 стих. «Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня, с верою и любовью во Христе Иисусе». Этой же главы, 11 стих, для которого я поставлен проповедником и апостолом, и учителем язычников. Деяния, 19 глава, 8 стиха. Придя в синагогу, он небоязненно проповедовал три месяца, беседуя и удостоверяя о Царстве Божьем. Но как некоторые ожесточились и не верили, злословя путь Господень пред народом, то он, оставив их, отделил учеников и ежедневно проповедовал в училище некоторого тирана. Это продолжалось до двух лет, так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и елены. Павел проповедовал и беседовал, чтобы удостоверить, чтобы убедить о Царстве Божьем. Он два года ежедневно трудился и проповедовал, чтобы они уверовали, убедились в вере и утвердились в ней. Деяние 17 глава с 1 стиха. И присоединились к Павлу Исиле, как и из еленов, чтущих Бога, великое множество, так и издатых женщин немало. Но неуверовшие иудеи, возревдовав и взяв с площади некоторых негодных людей, собрались толпою и возмущали город. И, приступив к дому Иосона, домогались вывести их к народу. Не найдя же их, повели Иосона и некоторых братьев к городским начальникам, креща, что эти всесветные возмутители пришли и сюда, а Иосон принял их. И все они поступают против повелений Кесаря, почитая другого царем, Иисуса. Истревожив народ и городских начальников, слушавших это, носи и получив удостоверение от Иосона, и прочих отпустили их. Братья же немедленно ночью отправили Павла и Силу в верю, Куда они, прибыв, пошли в синагогу иудейскую. Здешние были благомысленнее фессалоникийских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. И многие изуверовали, и из елийских почетных женщин, и из мужчин немало. Апостол Павел из Священного Писания удостоверял и убедил слушавших Его, и родил в них вероубеждение, то есть веру утвержденную. Деяния, 28 глава, с 23 стиха. И, назначив ему день, очень многие пришли к нему в гостиницу, и он с утра до вечера излагал им учения о Царстве Божьем, приводя свидетельства и удостоверения их о Иисусе из закона Моисеева и пророков. Одни убеждали словами Его, а другие не верили. Будучи же не согласны между собою, они уходили, когда Павел сказал следующие слова. Хорошо, Дух Святой сказал отцам нашим через пророка Исаию, пойди к народу сему и скажи, слухом услышите, но не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих, и с ушами трудно слышат, и очи свои замкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не разумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Итак, да будет вам известно, что спасение Божье послано язычникам, они и услышат. Когда пришли они послушать Павла, когда пришли, о чем он говорит, это пришло одно общество. Но после его проповеди, после его убеждений из закона Моисея и пророков, это общество разделилось на две группы. Одни из них были уверовавшие, а другие ожесточившихся. Луки, первая глава, с первого стиха. Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях. Как передали нам то бывшее с самого начала очевидцам и служителям слова, то рассудилось и мне по тщательному исследованию всего сначала по порядку описать тебе достопочтенный феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Чтобы человек имел ясность в вере, твердость, необходимо вероучение. Это прежде всего Евангелие, там, где описывается весь земной путь нашего Господа Иисуса Христа и Его учеников. Филиппийцам, первая глава, 27 стих. «Только живите достойно благоествования Христова, чтобы мне, приду ли я, увижу вас или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую». Подвязаясь за веру евангельскую. Какая должна быть вера? Вера должна быть евангельская. Вера учения Иисуса Христа Господа нашего, твердое основание нашей веры. Евангельской, в нашем вере убеждения. Евангелие есть уровень или отвес для нашей веры. Римлянам, 10 глава, с 8 стиха. «Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Ибо Писание говорит, «Всякий, верующий в Него, не постыдится». Здесь нет различия между Иудеем и Еленом, потому что один Господь у всех, богатый для всех призывающих Его. Ибо всякий, кто призовет, имя Господне спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано? Как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Но не все послушались благоствования. Ибо Исаия говорит, «Господи, кто поверил слышанному от нас?» Итак, вера от слышания, а слышание от слов Божьих. Итак, вера – это и есть результат вероучения по Слову Божьему. Евреям, 11 глава, 1 стих. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимым». Я бы хотел прочитать этот же стих, но с перевода Касьяна. «Вера же есть твердое убеждение в том, на что мы надеемся, подтверждение того, чего мы не видим». И третий стих этой же главы. «Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое». Мы же верою познаем, то есть понимаем, разумеем. Из невидимого Бог создал видимое. Я бы хотел эти места зачитать, это будут с Бытие, 1 глава, 3 стих. «И сказал Бог, да будет свет, и стало так». По слову Божьему, Бог только сказал, и оно так стало. 6 стих этой главы. «И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и доделяет она воду от воды, и стало так. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так». Мы познаем, что Словом Божьим, Бог, которым Он сказал, совершились дела, твердь, вода и дальше. 9 стих этой же главы. «И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом в одно место, и да явится суша, и стало так. И собралась вода под небом в свои места, и явилась суша». Мы чем познаем то, что Бог это делал? Мы познаем Божьи дела верою. 11 стих. «И сказал Бог, да произрастит земля зелень, траву, сеющая семя, породу и по подобию ее, и дерево плодовитое, приносящее породу своему, плод, в котором семя его, на земле и стало так». Мы верим то, что земля произрастла, зелень, траву, деревья, и стало так. Мы знаем, что верою, как написано в Евреям 3 стихе, верою познаем, что веки устроены Словом Божьим. Евреям 11 глава, 6 стих. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Римлянам 11 глава, 16 стих. «Ибо я не стыжусь благоествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему. Во-первых, Иудею, потом и Елену. В нем открывается правда Божья, от веры в веру, как написано, праведный в веру и жив будет. От веры в веру вера растет, она укрепляется. От веры в учение вера становится дерзновенней, то есть решительней, твердой. Сердце утверждается в вере, удостоверяется в ней». Евреям 10 глава, 35 стих. «Итак, не оставляйте упования вашему, которому предстоит великое воздаяние». Что такое упование? Если мы не знаем, то я скажу, это усиленная надежда, уверенность. «Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божью, получили обещанное, ибо еще немного, очень немного. И грядущий придет и не умедлит, праведный в веру жив будет. А если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Из постройщика Ветиканского кодекса праведный же мой из веры будет жить». Без веры мертв человек. Человек живет верою. 39 стих. «Мы же не из колебающихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души». В вере нужно стоять. Стоять в вере – это быть верным Богу до смерти и смерти крестной, то есть позорной. В вере нужно стоять, ею нужно жить. Аминь. С этим оставаем. Давайте склоним наши колени. Субтитры создавал DimaTorzok